Дорогие друзья, здравствуйте! В первую очередь, здравствуйте участники школы, участники проекта DevHackers. Итак, возможно здесь новички, одну секунду скажу для ребят. Итак, школа Бовсуновского, СПБ, отзывы читаем, все эти ребята сейчас в проекте, которые пишут. Значит, расширяемся. Сейчас подготовил раздел и здесь закипит жизнь. Я потом буду показывать, как ребята растут еще быстрее. Цель проекта учимся программированию и при этом разбираемся, как писать на любых языках программирования. Сейчас ребятам предстоит расставлять все вещи по своим местам, чтобы это отвечало любому языку программирования. Допустим, параметры, аргументы, почему, как, что. В общем, это все потом. И пишем на трех-четырех языках. Дальше участвуем в разработке, создаем проекты. Каждый приходит со своей целью. Кто-то захочет разрабатывать проект в школе, пожалуйста. Итак, погнали дальше. Сегодня поговорим об организации. Ребят, каждый из вас сегодня пользуется Windows, Linux, Max разной системой. Кто-то пользуется PyCharm, кто-то пользуется VS Studio Code. Все это прекрасно. Ребят, вы можете что хотите говорить, но придет момент, когда вы присоединитесь ко всем программистам, а 80-90% программистов пишут Vim или Emacs. Почему так происходит? Кстати, к сожалению или к счастью, я тоже не стал исключением. Когда ты начинаешь писать код, ты начинаешь понимать, что лишнее тебе не надо и начинаешь настраивать то, что тебе надо. Итак, сегодня о чем будем говорить? Об организации IDE это прекрасно. Будет у нас IDE. Но сегодня то, что вам надо, чтобы влиться в этот процесс, в первую очередь, сохранение информации, структурирование информации. И сегодня это демонстрационное видео, прежде чем я начну писать целый курс. Итак, начнем с того, что мы должны синхронизировать. Сейчас планшета нет. Вот это вот планшет. Я открыл специально в удаленном окне. Я сейчас буду проговаривать. Не пытайтесь запомнить. Все банально просто. Итак, что такое SpaceMax? SpaceMax это Vim плюс Emacs. Пугаться не надо. Все получится. Единственное, что не надо делать, это пытаться вписывать, брать шпаргалки там по Vim. Ребят, открывайте обычный текстовой файл для начала. Вписывайте любую фразу. И записывайте себе сейчас, прямо потом SpaceMax, ваши нужные действия, которые сейчас вам надо постоянно. Первое. Открыть файл. Правильно? Открыть файл. Смотрите. Я пока использую Sublime, да? Чтобы вам это привычнее будет, да? Обычный пока. Открыть файл. Добавить текст. Код это тоже текст, да? Удалить. Копировать. Ставить. Не надо брать, влазить в Vim. И там, как пишут, там шпоры, и там тысячи этих. Начните с тех действий, которые вам есть. Потом, по необходимости, все расширится. Самое простое. Сохрани. Сохрани. Все. Услышали. Итак, SpaceMax, мы будем работать следующим образом. Редактирование на Vim, все фичи Emax. Иными словами, сможете работать NeoVim, NewVim, Vim. Но вот это вещь. Сейчас увидите. Досмотрите просто до конца, чтобы понять. Итак, пока начинаем запоминать поиск файлов. Все есть в справке. Я пока даже ничего не запоминаю. Поиск файлов. Просто запишите себе. Итак, все в SpaceMax начинается с пробела. Пробел. Поиск файла. Если файл, значит на F начинается. Правильно. F, F. Все. Выходит в меню. Директория есть. Я хотел сейчас перейти, так как это демонстрация. Директория Bookmarks. Сначала я хочу показать, что BOV это мой гид. То есть я работаю на компьютере. Сделал пуш. Пришел на планше, сделал пуль. Все это потом можно автоматизировать. Но сначала ручками. Итак, нажимаю Bookmarks. Открывается DIRIT. Сейчас. Представляете, я просто немножко переделал. Я знаю директории. Значит, какие мне надо. Поэтому, делаю так. Знаю, что у меня сторож. У меня одинаково называется директории и на компьютере. Я нажимаю Enter. У меня открывается DIRIT. Эта система. Оно было стало. Куда я нажимал. Последнее запоминает. Я нажимаю DevHackers. Нажимаю BOV. Свой репозиторий. Меня сейчас интересует вообще следующее. Следующее. SpaceMax. И я возьму Bookmarks. Там у меня есть файл. Я создал ORG. Открываю его. Ребят, я его вообще создал. Чудеса вы увидите чуть позже. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели весь процесс. Я напишу чего-то одно. Пока, значит, совим. Для того, чтобы ввести текст. И insert появляется. Очень удобно, чтобы ничего не удалить. Пока я введу первые строки. Сейчас увидите дальше. Очень интересно. Нажимаю Escape. Уже и так сохранило. Хотя я могу нажать Shift и двоеточие. Внизу появляется. Сейчас пока показываю V. Сохранить. И в принципе все. Я сейчас хотел бы перейти опять в каталог. Нажимаю пробел. FF. Опять бы к каталогу вообще Bof. Убираю этот путь. И нажимаю Enter. Теперь мне надо сделать что? Push. Значит, нажимаю пробел. Git. Это G. S. Magistatus. Будем рассматривать подробно. Здесь, как вы видите, у меня появилось, что есть изменения в букмарс. Мы только что с вами сделали. Значит, я нажимаю буквочку S. И оно у меня помечается. New File. Magist. 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 Это прекрасная вещь. Вы ее так полюбите. Работы в текстовом формате. Например, чтобы получить всю справку, я нажимаю просто знак вопроса. И все, что надо, оно все запоминается. Иными словами, мне надо comment. Я вижу, это буквочка S. Q нажимаю, чтобы убрать это меню. Значит, видите, я вышел в Magistatus. Поэтому опять нажимаю пробел. Нажимаю G. Нажимаю S. И здесь появляется моего настроя. Magistatus. То есть, в нем я могу работать. В нем я нажимаю S. И еще раз S. У меня сейчас высветится окно. Добавление. Вот добавление. Комментария. Я нажимаю все в Виме работаем. И внизу появилось insert. И пишу. Далее нажимаю Escape, чтобы выйти из визуального режима. И в принципе дальше все в SpaceMax. Просто нажимаю просто запятую. У меня высвечивается меню. Внизу я вижу. Вич Эдитер Финиш. Да. То есть, закончить редактирование. Я нажимаю опять запятую. И все. Мои коммиты готовы. Сделано. Теперь надо отправить на сервер. Я нажимаю P. Буквочку. И у меня высвечивается меню. Что сделать? Я вижу вот здесь Push, Origin Mine. То, что мне и надо. Второй раз P нажимаю. И мне надо ввести пароль. Можно настроить, чтобы вообще без пароля. То есть, сохранялся он там. Но пока делаем все ручками. И отправляю. Гид финишет. Все. Больше мне не надо. Считайте, я на этом моменте закончил работу на планшете. И закрываю терминал. Все. Теперь, вот у меня открыт SpaceMax. Значит, я на компьютере то же самое делаю. Открываю пробел. Поиск файла FF. Видите, вы уже запомните. Значит, тут тоже у меня директория Storage. Нажимаю Enter. Мне надо DevHackers. Мне надо BOF. И теперь мне надо сделать что? Пульт. То есть, принять. Я нажимаю пробел. GS. Git статус. Вот он, маги статус появился. Значит, я вижу. Смотрите, что здесь изменено. Все могу посмотреть. Нажал мне высветиться. Это вообще очень крутая вещь. Но я не хочу. Сейчас не та тема, ребят. Сейчас не магит. Закрыть окно. Control X 0. Все быстро. Значит, отлично. Сейчас мне надо просто сделать пульт. Значит, я нажимаю Shift и знак вопроса. И смотрю, где же здесь пульт. Пуль это будет большая буквочка F. Пуль F. То есть, иными словами, Q. Убираю это меню. Мне надо большая буквочка F. Я его называю. А, делить не получится. Видите, статус поменялся. Control G S. Enter. Пока ничего. Отлично. Маги статус есть. Это окно мне не надо. Control X 0. Здесь. Поехали. Нажимаю F. Мне надо что? Push. Ремонт. Да? Push. Ремонт. Вот он. Да? Я нажимаю теперь P. Он меня спрашивает. Origin. Я говорю, да, Origin. Отлично. Мне надо ввести только пароль. Я нажал Enter. Все пошло. Git. Finish. Давайте посмотрим. Только что я создавал файл. Есть ли он у нас. Но мы посмотрим по-другому. Зачем нам? Значит, Control F F. Давайте найдем этот файл. Бов. Какой был каталог? Значит, если я не помню, сразу нажимаю и смотрю. Здесь я вспомню. Беру Space Max. Открываю. Bookmarks. Вот он. Отлично. Вот этот файл. Guidor. Сейчас будут происходить чудеса. Сейчас с этого момента ни одной записи у вас не потеряется. И почему? Ребят, пару секунд отвлекусь. Что быть думали? А вдруг там код не та? Ну, с кодом все в порядке. Значит, ребят, смотрите. Чтоб я вас успокоил. Потому что купаются, не знают. Значит, Python Layer. Мы все это настроим. Значит, обратите внимание. LSP сервера. Пожалуйста, как в VS кода и в PHR. Прям все три основных сервера здесь можно настроить. Любой на вкус, да? Мы настроим. То есть документация, выбор переменных. Все, что есть в ID. Только здесь вы настроите то, что вам совершенно надо. Итак, переходим к чудесам. Сначала к организации. Погнали. У нас есть прекрасная вещь. Это Аджента. Пробел. Аджент. О. Итак, значит, сейчас, пока этот список, нажимаю еще О. И у меня высветивается список, который сейчас пока мертвый. Давайте его оживим, чтобы больше ничего не терялось. Это работа с Аджентой. И здесь нас сейчас будет интересовать буквочка А и буквочка Н. А это дни недели, что мы запланируем. Н это ТОДА. Неважно. Мы можем написать в любом месте в системы. И все равно она сюда вытянет. То есть пиши, куда хочешь. Хоть прюй там. Ну, главное, чтобы слово было там ТОДА, да? Но вопрос в том, больше ничего не утеряется. Все упорядочено. Итак, нажимаем пока А. Еще раз. Control. Я просто-напросто поспешил. Control X 0. Сейчас быстро делаю. Значит, пока А. А. О. А. Значит, смотрим. Нет, все правильно. Секунду. Сейчас я посмотрю, потому что только перетянул. Здесь нет ничего удивительного, что не получилось. У меня надо еще синхронизировать Emacs D, то есть файлы настроек между планшетом и компьютером. Итак, теперь все будет я поправлю. Удивительного просто надо еще синхронизировать директории настроек Emacs просто самих папок и пакетов. Поэтому все это поправил, все потом при настройках. Могу нажать. Мне еще понадобится. Пока я это закрою, оно мертвое для нас пока. Журнал. Это когда мне надо вводить заметки в постоянном режиме и они никуда не денутся. У меня уже есть новый журнал. Мы набираем SpaceMax.org и видим там горячий клавиш. Клавиши можно любые, но я не рекомендую особенно первое время что-то переименовывать. Клавиши очень подобраны по уму. Итак, нажимаю и смотрю журнал. Значит, опять агента АО. Дальше журнал файл. GF. И после этого у меня открывается New Journal. Я его, кстати, делал он. Вот New Journal я заполнял именно. Итак, теперь давайте попробуем оживить кое-что. Итак, сначала напишем, попробуем вот так. 2023 2023 2023 Дальше 0.8 Сегодня у нас дата 7 августа. Возьмем на 8. 0.8 Пока так. Значит, после этого я сохраню. Escape сохраню. И выйду. Control X 0. Вышел. Теперь давайте-ка смотреть, будут ли происходить чудеса. Нажимаю ОМ А О А Итак, пока чудес не происходит, как видим, все как осталось. Ничего не происходит. Давайте заставим происходить эти чудеса. Чтобы заставить происходить эти чудеса, я должен опять открыть журнал. Почему? Потому что Эдженда не знает ничего. Почему? Я пока это закрою и сделаю следующее действие. Опять открою журнал. А О Ж Эдженда и нажму Alt X. В первое время можете этим пользоваться. Это меню. Наберу орг. Ну, на самом деле Адженда и мне надо будет файл от О'Фронт добавления. на самом деле когда открыт файл орг здесь показывает надо запятую и кавычки. Да? Я просто показал. Поэтому, в принципе, мне надо просто сейчас добавить файл. Секунду. Секунду. Я просто в открытом у меня этот журнал в формате орг. Я нажимаю запятую и нажимаю скобочку левую. Да? Файл могут у агента файл лист. Отлично. Давайте-ка теперь я опять попробую кое-что сделать. Вот это я закрою. Control X 0. Теперь я попробую сделать опять. Итак, смотрите. Файл появился у меня оказывается на вторник. Это одно. Я на него перехожу. Но давайте сделаем еще круче. Сделаем еще круче. Давайте-ка мы посмотрим. Сделаем так. Control X 0. Я сейчас опять нажимаю A, O, O. Вот выбираю A. Итак, дни недели. Вторник это To. Значит, что мне надо сделать? Перейду на свой файл и здесь допишу. Это все можно сделать двумя кнопками. Просто я показываю, как вручную в начале. но я могу добавить еще и время. Мне позвонил только что человек должен во вторник я быть там-то, там-то. 20-20. Кстати, мы потом настроим напоминание. За 10 минут оно будет напоминать. Автозаполнение можно убрать что-то отсюда. Итак, я сохраняю и нажимаю Enter. Теперь я опять закрою этот файл. Можно и мы потом настроим, просто я сейчас на этом не настраивал, так как решил видеокурс, поэтому пришлось мне весь SpaceMax с нуля настраивать. Можно при сохранении, чтобы он закрывался автоматом. Мы, наверное, так и сделаем. Ctrl-X пока вручную будем закрывать. Итак, теперь я опять агент. Что мне надо сделать? А, отлично, 2020 new журнал, то есть мне надо быть. Ладно, давайте попробуем у нас вот этот файл, первые строки. Это будет наша закладка. И нам надо писать, мы хотим учиться свим. Итак, мы с вами только что писали такие вещи. Это какие команды мы хотели бы сделать значится секундочку сейчас я сделаю так, что не надо копии значит вставляю теперь мне надо осталось только вставить все это эскейт для того чтобы не нужно удалить вообще зачем перемещаться долго джи я вверху файла вы можете перемещаться либо 0 либо home end как удобно дд удалил дд удалил нафиг сейчас мы не изучаем вим поэтому это основные команды давайте сделаем чтобы это было очень красиво нажимаю и чтобы взять insert режим ввода и начинаю использовать более красивые вещи и кстати можно сделать и так начинает оживать здесь можно все сделать цветным большая звездочка мои первые команды мои первые команды давайте-ка сделаем немножко лучше файлы делаю две звездочки файлис и так погнали поиск файла делаю три звездочки пусть это будет так поиск пробел ff что мне надо все отмечаем следующее поиск файли пробел ss все элементарно все просто ребят мне надо сразу на начало нажимаю escape так стоп я перекочил сейчас не буду вас путать в строке поэтому нажимаю escape gg можно было перескочить прямо файл но не буду пока сейчас вас путать так при помощи gk перемещаемся так мне не нужен этот символ нажимаю ставлю x все удалил мои первые команды space max так что-то мне не нравится оно перепуталось нажимаю escape вернуть все обратно надо ууу нажимаю возвращаю все обратно я что-то не то накомментировал так отлично поехали дальше вот это мне не надо по сути дела я сейчас не буду загружать поэтому просто самое простое хотя бы x удаляем что не надо да можно несколько слов x жмем x все значит это звездочка не надо и жмем здесь нам надо пробел пробел escape нажали так поиск файле поиск файлов поиск файле раз два три начинает оживать так это мне не надо нажимаю escape 0 удаляю dd так открыть файл это мы уже брали dd добавить текст вот это нам пойдет мы можем отсюда перейти нажать 0 чтобы через строку о то есть ладно вим мы потом оставим пока пока все ну пусть это будет так нажимаю escape сохраняю да хотя оно сохранится теперь что мне надо сделать сделать чтобы agent знала то есть мы уже знаем это нажать запятую и кавычку файл а то внизу читаем добавлен ну что ж давайте попробуем что же произошло пока ничего control x 0 навряд ли что-то произойдет такое сверхъестественное но нам надо чтобы происходило более крутые вещи итак а о а итак что мы видим пока мы в принципе ничего то и не видим правильно ну что ж давайте сделаем по-другому давайте попробуем сделать немножко по-другому control x 0 значит а так попробуем сделать нажать сейчас а еще раз мы мы видим что файла нет ну что ж давайте это дело все как-то поправлять давайте это дело как-то все поправлять вы ребят не забывайте что это демонстрация я делаю быстро просто чтобы посмотрели ага смотрите что нам показала что он не добавлен вот очень странно страшно control x 0 поэтому надо читать ну что ж значит я где-то что-то не то сделал итак смотрим все нормально все теперь добавилось опять запятую опять квадратную левую кавычку просмотрим дальше а о о итак у меня есть список агента на день либо неделю буквочка а и мне надо просто нажать буквочка а файла опять нету почему его нету все дело в том что агента должна понимать даты так вот давайте мы сделаем кое-что это закроем control x 0 теперь давайте вот здесь в файле мои заметки сначала вот здесь поставим дату нам надо сделаем так здесь будет дата и мы себе напишем изучить первые команды vim и прописать сюда к субботе как раз выходной отлично а теперь давайте новую магическую клавишу добавим нажимаю sk чтобы выйти из режима редактирован нажимаю запятую и нажимаю dt d d d так стоп неужели я здесь не настроил отлично у меня русская клавиатура нажимаю запятую нажимаю dt и что и что же я получаю я получаю реальный календарь суббота это 11 отлично выберу вот она появилась только это можно все делать клавишами давайте я сейчас сохраню хотя она самосохранение давайте опять с а о о а итак смотрите что получилось 11 августа мой файл сделан да ну вот смотрите вот это удалить она звездочки стоит поэтому значит что мы делаем вывод надо вот эту запись убрать отсюда то есть иными словами опять продолжаем потихоньку изучать вим ю ю ю ю переходим в строке вот это у нас нам не надо д д сделаем вот так и о нажимаем чтобы строку эскейт п так не то вставил эхэхэхэхэхэхэхэхэх секундочку все нижнее мы могли вообще сразу удалить и так теперь давайте посмотрим звездочку ставим нажимаем и и нажимаем сделаем вот так эскейт сохраняем и так теперь что мы делаем вот это закроем мы просто смотрим пока там вариантов очень много я самое простое показываю и так ну что ж опять нажимаем а о а и видим изучить первые команды все отлично но это еще не все самое крутое ну что ж мне некогда я работаю да получается и тут я могу быть в любом файле сейчас я покажу кое-что очень очень крутое давайте сделаем так так и так я работаю пишу код все все получается все класс и вдруг такая мысль приходит боже мой надо было разобраться с одним тестом отлично ждать некогда копаться некогда что надо сделать правильно открыть журнал а о файлы журнала открыть файл ф ж открыть что 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 не так что не так он тролл x 0 это убрали почему не открывалась все правильно потому что escape было не жало мы находились в режиме редактирования все это привыкнется у меня к планшету больше привыклось чем компьютеру значит смотрим здесь что нам надо орг журнал же new журнал open f итак это мне надо действительно когда пусть это будет воскресенье вставляю здесь вставляю мне вот кров сносу надо воскресенье что я делаю итак я делаю следующее вхожу в режим редактирования вошел уже все отлично и написать тест кров сносу и в в и в и и и и и и так надо вставить дату эскейт нажимаю запятая дату время дату время дт отлично у нас воскресенье когда 12 выставили все 12 это что у нас суббота ничего пусть будет суббота не буду сейчас править чтобы времени занимать можно вручную все это исправить то есть эти цифры можно вручную написать это просто вставляем и так время мне не важно но чтобы это сделалось точно что я делаю чтоб я не забыл воскресенье это мало пишу так туда вот теперь я могу закрыть журнал и теперь я опять открываю когда в любой день а а у меня еще интересует буквочка n нажимаю n и вот и вот моя тода появилась где бы у вас не находилась если у вас хоть там в 3 хоть там далеко-далеко вам единственное надо добавить от файл чтобы он начал отслеживаться джента все из любых файлов у вас тода по коду по всему здесь будут собираться при этом вы начинаете упорядовать свой день здесь можно сходить магазин съездить на рыбалку иными словами здесь время давайте-ка мы посмотрим сейчас перейдем вот сюда и попробуем кое-что сделать 2020 и так здесь мы напишем день тот же день тот же поэтому принципе мы можем что сделать вот у нас время сейчас идет до с 8 до 20 когда мы нажали видите да то есть она открылась новом окне это окно нам не надо при этом обратите убираем конкурс из 0 давайте-ка сделаем по-другому проще так 0 значит я это все дело скопирую значит а пусть будет вот так теперь я просто поменяю время 2320 сохраняю все я могу закрыть вообще этот вы сегодня сегодня мне сейчас не надо работать мне надо открыть код отлично открываю код меня сейчас бы интересовало что home папка я открываю проект вообще который мне надо он сейчас будет сам добавлять проект так мне надо было бы так практика но давайте то что не жалко поломать enter settings давайте посмотрим а пока то что я настроил а потом мы с вами настроим это напишем как вас так все нормально оказывается а то дима говорил нет нет документации ничего дим здесь есть любая документация только я потом настроить полная документация джанга полная пайтон полная как хотите и так это ключевое слово можно сниппеты настроить все здесь можно пишем начинаем писать мы настроим чтобы последняя появлялась когда мы часто используем пожалуйста все по функции так супер нам не надо пусть это будет так отлично все нормально возьмем и берем можно настроить сколько букв надо набрать одну-две чтобы он появлялся через сколько мили доли миллисекунды 0 1 0 2 но я поставил 0 1 что быстро так в общем все у нас работает и так так что мне там надо сделать это я пока сохраню так нет мне это не надо я решил не сохранять мне надо сейчас удалить а ведь у меня относительно и у меня не абсолютно и у меня здесь начинается с единицы зачем это сделано это сделано чтобы относить чтоб удобно было удалять например я смотрю мне удалить раз два три до четвертой строки что я нажимаю 4 д д все удалилось надо восстановить нажимаю у все отлично это же вим это круто понимаете это все просто очень просто и так удалить число и 2d все удалено сохраняю отлично агента вызываю что мне дальше делать сегодня так insert убираем пожалуйста здесь все есть да то еще что уже появилась смотрите то что мы писали в записи ю журнал ну все ребят очень много по нам и по настраиваем просто я показал что редакт кодирования вообще написание кода может быть очень прекрасно совместима с планированием здесь вы можете вбивать все никуда ничего не утеряется у вас будет все классно круто красиво и вся информация которую будете заносить она никуда не денется это очень классно что есть есть и Продолжение следует...